Время говорить. 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 создан отдел по обработке заявлений автовладельцев. Данный кабинет предназначен для приема посетителей, которые записались через единый портал государственных услуг. Непосредственно здесь у них проверяются документы, принимаются документы, и после этого они ожидают получения государственной услуги. Благодаря современной электронной структуре время приема и выдачи документов существенно сократилось. Горькие анекдоты автолюбителей про крайне долгое и утомительное получение тех же номеров или водительских удостоверений стали неактуальными. Очередей даже в часы пик не наблюдаются. А время ожидания, как признаются инспекторы, сократилось буквально до двух десятков минут. Накануне Рязанская налоговая рассказала о долгах автолюбителей перед государством. Налог на транспорт в этом году претерпел ряд изменений. Во-первых, введены повышающие коэффициенты за автомобили класса люкс, то есть средняя стоимость которых составляет свыше трех миллионов рублей. Таких машин в области около 500. Во-вторых, увеличены ставки налога. Теперь за легковые автомобили до 100 лошадиных сил необходимо уплатить 10 рублей за одну лошадиную силу, а за автомобили от 100 до 150 – 20 рублей. Несмотря на повышение ставки, в Рязанском регионе величина налога остается самой низкой в ЦФО. В свою очередь, судебные приставы готовы незамедлительно описывать имущество должников. Также просрочка по налогам станет аргументом для банков в пользу того, чтобы отказать выдачи кредита. Всего за 2014 год долги населения области по налогам за транспортные средства составили порядка 126 миллионов рублей. При этом только каждый пятый резидент бегает от налоговой. Остальные исправно платят. Изменились сроки уплаты налога. Я напомню, что в прошлом году транспортный налог необходимо было заплатить в ноябре. В этом году срок уплаты налога до 1 октября. Поэтому хочется обратиться к владельцам транспортных средств, которые получили налоговые давления, не обладают налоговыми льготами, не имеют оснований для освобождения от уплаты налога. Своей времени, не дожидаясь предельного срока уплаты налога, 1 октября исполните свою обязанность. Бьют по кошелькам автолюбители и тарифы на топливо. За прошедшую неделю в Рязанской области вновь подорожал бензин. По данным Рязаньстата, средняя стоимость одного литра увеличилась на 25 копеек и составила 33 рубля 15 копеек. Регион сохранил второе место в ЦФО по стоимости бензина в целом. И по дороговизне дез топлива область переместилась с четвертой позиции на пятую. Также на этой неделе Федеральная налоговая служба России запустила в регионе пилотный проект по предоставлению сразу шести дополнительных услуг через сеть многофункциональных центров. Как признают сами налоговики, такое соглашение является для России уникальным. Рязанцы смогут узнать и погасить свою задолженность по имущественным налогам в любом МФЦ. Помимо информирования, в офисе центра можно будет подать заявление на предоставление налоговой льготы по налогу на имущество земельному и транспортному налогам. Также здесь можно получить распечатанную квитанцию и погасить долг, воспользовавшись ближайшим терминалом. Новая услуга будет оказываться бесплатной во всех офисах МФЦ при предъявлении паспорта, а также соответствующего заявления. В садах Рязанской области стартовал сбор яблок и груш. В этом году в регионе планируется собрать около трех тысяч тонн яблок. Это на две трети больше, чем в 2014. Также на этой неделе православные отметили один из важнейших праздников – яблочный спас. В этот день урожай самого популярного в стране фрукта начали собирать и садоводы-любители. В этот день в храмах служат торжественные литургии. Прихожане приносят для освящения плоды нового урожая. Согласно традиции, только после этого их можно употреблять в пищу. Кроме того, существует народная примета, что именно после яблочного спаса ночи становится холоднее и наступает пора подготовки к осени. Я просто вот целый не ем яблоки до яблочного спаса. У меня такая традиция – не ем яблоки. А сегодня я уже попробовала яблочко с утра. Урожай и православная вера. Да, яблочки мы любим здесь. Но они у нас не очень-то растут. А в прошлом году очень урожай хороший был. В этом году сливы много. Сегодня яблочный спас. В этот день созревают яблоки, их собирают, делают из них пирог, компот, всякие соленья. И просто едят их. Вместе с большим праздником сегодня Рязанское садоводческое товарищество «Травень» отмечает 25-летний юбилей. За годы своего существования садоводы переживали разные периоды, в том числе и упадок. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут. И уже сегодня любители дачного отдыха живут на даче все лето и гордятся собранным урожаем. Вообще это традиция. Это традиция. Но сегодня у нас просто совпало с юбилеем, 25-летием садоводческого товарищества. У нас еще будет это мероприятие проходить в субботу. Но сегодня, так как яблочный спас, мы еще приурочили к этому лесу. В 2006 году мы организовали сами. И создали правление, создали рабочую группу, начали заниматься строительством линии электропередач, затем водопровод, после этого уже газ. То есть в нашем садоводческом товариществе уже все это есть. Теперь люди строятся, начали строиться, начали, так сказать, проживать здесь и организовываться. То есть все это зависит от нас, от самих садоводов. Будущее садоводства – это садово-дачные поселения со всеми вытекающими последствиями, коммунальные услуги и все остальное. На глазах меняется, зеленяк бивается, древняя, но юная Рязанка. Одной из площадок празднования яблочного спаса стал музей имени Павлова. Необычный проект предоставили журналисты российской газеты – варить варенье в знаменитых усадьбах. В Рязанском музее варили из яблок. Ирина Ковалева узнала старинный рецепт и дегустировала праздничное лакомство. В день Великого христианского праздника, известного в народе как «Яблочный спас», в нашем городе, в музее-усадьбе имени академика Ивана Петровича Павлова впервые прошел праздник «Яблоко». Его гостями стали жители Рязани, гости из других городов, а также представители городских властей. Хотел бы всех от души поздравить с сегодняшним замечательным церковным большим праздником, преображением Господня. И недаром выбрано был вот этот замечательный плод яблока, который сегодня по всей России освещается. Это же олицетворение тех душевных трудов и физических трудов, которые мы на протяжении всего лета вкладывали и получаем урожай. Получаем то, что действительно создано природой при поддержке человека. А Иван Петрович Павлов – это человек, который родился в этом самом доме, который находится рядом с нами. Это наше счастье, что у нас именно родился первый русский нобелевский лауреат. И незменное олицетворение его жизни здесь – это его Павловский сад. После торжественной части гостей пригласили в Павловский сад, славящийся своими яблоками. Здесь после освещения урожая этого года гостям были предложены угощения, а также конкурсы, викторины и увлекательные мастер-классы. Всё это, конечно же, было связано с традициями Павловского дома и яблоками. Мы с ребятами сегодня участвуем в мастер-классе и изготавливаем банку с яблочным вареньем. Благодаря половинке яблок можно сделать штамп, и вот такая баночка варенья у каждого получится. Я хочу объединить всех людей, и глубоко верующих, и светских. Понимаете, это общий праздник. И душа-то Павловского сада – это яблоко. И поэтому это плод, который вообще любят все, по-моему. И мне хочется, чтобы всем было хорошо. Также здесь можно было сыграть в любимые игры академика – городки и крокет, попробовать свои силы в яблочной викторине, познакомиться со старинной утварью, которую использовали раньше для варки варенья, и оставить пожелания музею, написав их вот на такой ленточке. Изюминкой же праздника стал проект российской газеты «Литературное варенье». Проект на самом деле очень простой, но он из ряда тех, который должен выстояться, отстояться, ну, наверное, как варенье. Мы его придумали еще в прошлом году, как раз год литературы и 25 лет российской газеты. Ну, если 25 лет, если день рождения, то думаешь о том, что должны прийти гости, должен быть красивый стол, чай и варенье. А поскольку год литературы, и нам хотелось посмотреть музей, усадьбу литераторов, просветителей, то мы предложили директорам музеев вот поучаствовать в проекте. И с радостью все согласились. Проект стартовал в конце июня. За это время представители российской газеты побывали во многих музеях и усадьбах известных литераторов и просветителей. Теперь же в их списке и музей-усадьбы академика Павлова. Прежде всего, мы сюда приехали из-за Натальи Александровны. Потому что сейчас, поездив по усадьбам, я поняла, что на таких, наверное, бесшабашных, преданных своему делу все и держится. И лишний раз приехать, лишний раз дать какую-то публикацию, чем-то помочь музею, я считаю, что вот этот музей и этот директор этого заслуживают. В Рязани, как и в других городах, варенье варили по старинному фамильному рецепту. Впоследствии его можно было попробовать и даже приобрести баночку этого лакомства. Ну а деньги, вырученные в ходе акции российской газеты, пойдут на благотворительность. Мы также, как и организаторы, надеемся, что праздник яблока станет доброй традицией. В следующем году он вновь соберет нас в Павловском саду. Весьма щепетильно заботился о своем урожае и житель Шацкого района. На приусадебном участке он взрастил несколько десятков кустов конопли. Однако, о плантации стало известно наркополицейским. Об этом и других криминальных происшествиях расскажет Оксана Тебенихина. Сотрудники регионального УФСКН задержали двух жительниц Московской области, прибывших в Рязань с целью распространения героина. В процессе оперативной работы наркополицейские выявили схему, по которой героин бесконтактным способом сбывался в областном центре и установили предполагаемых курьеров. Ими оказались две девушки 27 и 25 лет из подмосковного города Жуковский. Согласно имеющейся информации, распространением героина задержанной занимались и на своей родине, и в Рязани. Обе сами регулярно употребляли наркотик и в момент задержания находились под его воздействием. При личном досмотре у них было изъято 20 свертков с героином. В ходе поисковых мероприятий сотрудники УФСКН обнаружили еще несколько аналогичных свертков, ранее спрятанных в тайнике. В целом из незаконного оборота изъято 25 граммов сильнодействующего наркотика. Возбуждено уголовное дело. Сотрудниками СААСовского межрайонного отдела управления наркоконтроли было ликвидировано крупное производство конопли. 32-летний житель Шадского района занимался масштабным выращиванием отборных сортов наркорастения и изготовлением из него марихуаны. Также мужчина держал в своем доме настоящий арсенал оружия, боеприпасов и спецсредств. Сотрудники полиции подозревают, что мужчина может быть причастен и к другим преступлениям. Сейчас в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по линии наркоконтроля. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. С изъятым оружием и боеприпасами проводят экспертизы, по результатам которых материалы будут направлены в органы внутренних дел. Еще одна преступная группа была задержана наркополицейскими в городе Рыбное. Подозреваемые жители Рязани и области систематически посещали колонны и луховицы, где посредством тайников приобретали героин. Затем фасовали наркотик и избывали рязанским потребителям. Около города Рыбное при очередной поставке героина в автомобиле Ауди были задержаны 35-летний лидер группы и его 38-летний помощник, который выполнял функцию водителя. При личном досмотре у обоих мужчин обнаружены свертки с героином в крупном размере. В результате дальнейших оперативных мероприятий в тот же день наркополицейские задержали двух других сообщников, чья преступная деятельность была задокументирована ранее. В доме одного из них в городе Рыбное изъято 220 грамм маковой соломы, из которой 28-летний подозреваемый изготавливал инъекционный наркотик. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Один из фигурантов заключен под стражу в отношении троих суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Ну а рязанские полицейские изъяли крупную партию алкоголя с признаками фальсификации. Продукция хранилась в складских помещениях на территории Южного промозла в городе Рязани. Оперативники обнаружили на складе более 350 литров спиртосодержащей жидкости, выполненной в виде продукции известных брендов. Данная продукция была с явными признаками подделки. То есть этикетки на данной продукции были наклеены не в соответствии с ГОСТом. То есть как-то криво была наклеена этикетка. Акцизная марка присутствовала на информации для потребителя. То есть данные признаки являются явными при определении подделки. По версии полицейских, продукция предназначалась для реализации через средние и крупные розничные торговые точки в Рязани и области. Сейчас алкоголь изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой будут приняты процессуальные решения. Разыскивается без вести пропавший Евгений Иванович Косоножкин 53-го года рождения. 29 июня он ушел в лес за грибами неподалеку от села Городное Спасского района. И до сих пор его местонахождение неизвестно. Евгений Косоножкин роста ниже среднего, среднего телосложения. Был одет в куртку серо-зеленого цвета, голубую в клетку рубашку, камуфлированные брюки и резиновые сапоги. Если кто-либо узнал этого человека, то просьба сообщить по телефонам, указанным сейчас на экранах или в отделение полиции. Тревогу у жителей области вызывает крайне низкий уровень воды в главной реке области – Оке. Последние сезоны выдаются крайне скудными на половодье. Воды не прибавляется и по ходу летнего сезона. Впрочем, рязанские ученые советуют не паниковать. Глеб Галушкин узнал, куда уходит вода и что станет с рекой в будущем. Жители областного центра стали замечать, что весеннее половодье в последние годы перестало соответствовать своему названию. Да и специалисты фиксируют весьма низкий уровень воды в главной реке региона – Оке. Весной на некоторых участках водной артерии уже не могут пройти большие суда. Перестало даже затапливать пойменные луга вблизи Рязани и дорогу к известным страдающим от разливов поселкам – Заокскому и Коростову. Вывод, который сразу же напрашивается у обывателей один – главная речная артерия региона – мелеет. Рязанец – такой человек, что чуть что – сразу у него опасность. То глобальное потепление климата, то похолодание, то обмеление Оке – перед нами нормальный природный процесс. Бывают годы большего количества осадков, бывают годы меньшего. Дело в том, что центральная полоса России расположена в тех условиях, где главный объем воды в реке поставляет снег. Снег выпадает зимой, затем в течение весны тает и запитывает грунты. В грунтах талые воды содержатся довольно долго и постепенно-постепенно в течение года сбрасываются в реку, в том числе и летом. Летние дожди особенно уровня воды не добавляют. Как считают рязанские ученые и географы, опасность обмеления Оке, да и других рек региона весьма преувеличена. А причина понижения уровня воды имеет исключительно естественные причины. И к тому же это циклический процесс. Этот режим не вечен. Он обязательно прекратится, и я думаю, на следующий год нас ждет нормальное половодье на реке Оке и ее притоках. Но раз не было половодья, значит, прежде всего не было того объема снега, который тая отдал бы воду в реке. Специалисты считают, что несмотря на цикличность и естественность процесса, людям все-таки стоит заботиться о руслах рек. Ведь река в своем течении вместе с водой несет большие объемы ила и песка. Эти массы оседают в узких местах и создаются, выражаясь автомобильным языком, пробки для судоходства. Ну а поскольку небольшие массы снега весной приводят к засушливой погоде, то важнейшим заветом станет лишний раз не разводить костры на месте отдыха. Хотя в сложившуюся сейчас погоду такой совет, наверное, уже не особенно актуален. В среду отмечали День тельняшки. Праздник, конечно, неофициальный. С энтузиазмом его встречают, пожалуй, лишь только в северной столице. Однако и для Рязани тельняшка, как предмет одежды военнослужащих, отнюдь не чужой. Да и представить себя настоящего десантника без полосатого атрибута уже невозможно. Это произведение русской тельняшки, которая отмечается 19 августа. Хотя он пока не является официальным, но весьма популярен в нашей стране. Тельняшка – полосатая рубаха, которую, как предмет униформы, носят военнослужащие многих стран, но лишь в России она стала особым символом, отличительным знаком настоящих мужчин. Надо сказать, что вообще тельняшки, как таковые, это не русское изобретение. Прообразы тельняшек появились во времена расцвета парусного флота примерно в начале 18 века и были рождены самой жизнью. На флоте она была очень практична. Хорошо сохраняла тепло, плотно облегала тело, не ограничивала движение при любой работе и, что немаловажно, быстро сохла. Тельняшка в просторечии тельник – это флотская нательная фуфайка. Отсюда и название такое берется. Изготавливается из связанной трикотажной ткани с чередованием черной и белой полосы. Изначально такое цветовое решение было придумано, скажем так, для того, чтобы видеть действия моряков на реях с парусами. В России мода на тельняшки начала формироваться в середине 19 века, а военные реформы тех времен сильно изменили облик вооруженных сил России, и русские матросы стали носить голландскую форму, в том числе и тельняшку. Причем поначалу тельняшки выдавались только участникам дальних походов, и ими очень гордились и берегли. Тельняшка давно стала не только элементом морской амуниции, но и предметом гардероба многих людей, не связанных с флотом. В женскую моду тельняшку ввела Габриэль Шанель. Она начала ее носить и преподносить в своих коллекциях. В современном нашем сегодняшнем мире можно увидеть различные интерпретации тельняшек, ширина полосы, какие-то цветовые решения различные, то есть это может быть не черная и белая, синий, белая полоса, а какие-то другие решения цветовые. Сегодня полосатую любимицу носят не только моряки. Тельняшка вероломно вошла в гардероб современных модников. На этом наш выпуск завершается. Мы желаем вам хороших выходных. До свидания. Уважаемые жители города, Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии, в том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин